Привет, друзья! Это Лена, и добро пожаловать снова на мой канал. Добро пожаловать в очередное видео с пустыми баночками. У меня в этом месяце большой пакет с этими банками. Наверное, начнем мы, как всегда, с декоративной косметики. У меня в этом месяце закончилось совсем чуть-чуть. Итак, у меня закончилась тушь Vivienne Sabo Adulter. Это одна из моих самых любимых тушей жизни у нее. Такая удобная щеточка, такая вот силиконовая. Она так здорово прокрашивала каждую ресничку и подкручивала их. В общем, это идеальнейшая тушь. Эти туши, я вам каждый раз про это говорю, они были выпущены как бы с мотивацией того, что это туши, которые лучше, чем Vivienne Sabo Cabaret, которая самая культовая тушь. Вот, мне кажется, что у меня... Так, нет, так слишком... Вот, нормально. Они были выпущены как ответ Vivienne Sabo Cabaret, которая лучшая тушь жизни. Вот, что это как бы туши, которые еще лучше нее. Я не могу сказать, что они лучше. Мне кажется, что и Vivienne Sabo Cabaret, и вот эта Adulter абсолютно потрясающие туши. То есть, если вы выбираете между ними, я не знаю, что вам посоветовать, потому что обе туши мне очень нравятся. Я, безусловно, ее закажу снова. Это была мне как бы выдано на обзор, поэтому... Да, но как только у меня закончатся все туши, что у меня есть, я с удовольствием закажу ее снова. Она очень хорошего качества. Также она в течение дня не отпечатывается вокруг глаз, что у меня часто бывает проблемой. Тут она прекрасно прокрашивает, и удлиняет, и делает все, что нужно, и как бы не отпечатывается. Так что супер вещь. Дальше у меня... у меня в этом месте не закончилась ни одна помада, что как бы... трагедия. Но у меня закончился оттеночный бальзам для губ. Это Blistex. Вот в такой красной упаковке он такой прикольный, потому что он давал оттенок. Смотрите. То есть, это фактически как оттеночный бальзам. Ну, потому что большинство оттеночных бальзамов было примерно таким же количеством пигмента. Он делал губы такими сочными и приятными, и в целом на каждый день это было просто идеально. То есть, он придавал губам оттенка, но при этом не слишком много, в то же время увлажнял и пах... Нет, я не могу сформулировать, что здесь за одушка. Но, в общем, не нервирующая. Это самое главное. Очень понравилось. Мне кажется, что у меня есть еще один такой бальзам. Или нет? Был. Возможно, я его кому-то подарила. Если остался, с удовольствием использую его снова. И также у меня сегодня с утра закончился мой любимый лак для ногтей. Это Rimmel оттенок Caramel Cupcake. Вот, как он выглядит, как вы видите, как бы он... он пуст. Как бы вот тут. Не знаю, насколько вы это видите, но, в общем, я выстрелила все. Сегодня красила им как раз ногти. Мне так нравится этот цвет. Я в целом очень люблю нюдовые лаки для ногтей. И это был моим настолько любимым, что я его использовала только по особым случаям. У меня есть средства, которые мне настолько нравятся, что я думаю, я не буду использовать каждый день. Я буду использовать по особым случаям. Просто потому что, как бы, особенности. Вот, в общем, он мне очень нравился. Если он все еще выпускается, потому что я его покупала несколько лет назад. Если этот оттенок все еще выпускается, я, безусловно, куплю его второй раз, потому что он мне очень понравился. Также лак хороший. Он быстро засыхает. Он хорошо держится. В плане качества нареканий у меня нет. Есть еще одна... Это помада, но она не закончилась. Я просто... Она у меня лежала где-то год. Вот в моем ящике с новой косметикой. И в какой-то момент у меня... Как раз в какой-то момент... На этой неделе я решила устроить 7 дней с новыми помадами. Думаю, как раз достану ее. Я ее открыла, а она... Я не знаю, вы видите? Вот эти вот белесые такие разводы. Небольшие белесые разводы. И меня это немножко смутилось. Я ее нанесла. И, ну, как бы, вроде никакой реакции на губах у меня. Не было. Но меня это немножко смущает. Ну, то есть, мне кажется, что их быть не должно. Их изначально не было. И, в общем, как бы... Больше я ее не наносила. И оттенок... Мне в свое время очень нравились такие вот оттенки. Такие вот... Марганцовка. Как называется оттенок? Фиолетово-розовый. Но в последние года три они мне на себе совсем не нравятся. Вот. Поэтому, как бы, она лежала. И я ее попробовала. И я поняла, что, во-первых, меня волнует вот то, что на ней образовалось. Во-вторых, ну, как бы, это такой оттенок, который я... Я вряд ли второй раз сам нанесу вот. Поэтому мы с ней расстаемся. А дальше уходовая косметика. И вот ее довольно много. Окей. Первое. Это гель для умывания Эмви. Он мне очень понравился. Он довольно нейтральный. Он хорошо очищает кожу. В то же время он ее не нервирует. Нервирует. Не раздражает. Говорочка по Афрейду. То есть, она не шелушится, ничего такого. Но в то же время достаточно очищения. Поэтому мне, безусловно, понравилось. Не до такой степени, чтобы я хотела повторять этот гель для умывания. То есть, как бы, я осознанно не пойду его покупать. Но пока он был, он мне вполне нравился. Дальше жидкое мыло от Фаберлик. Оно пахло манго. И это было настолько потрясающе. Я обожаю запах манго. И он, на самом деле, на удивление, редко встречается в уходовой косметике. Что мне кажется, большое обучение. Он весь в кошачьей шерсти и в моих волосах. В основном в кошачьей шерсти, потому что мои кошки постоянно линяют. Мы их постоянно вычесываем, но они продолжают линять. Это как бы... Не знаю, что им делать. В общем, мне очень понравилось это мыло. И, безусловно, закажу его снова. В целом, очень люблю мыло Фаберлик. Потом закончился дезодорант из Сана. Сенситив. Вот как он выглядит. Он был вполне неплох. В нем 0% алюминиума и алкоголя. Что хорошо. То есть, как бы, он не вреден для вашей кожи. Вполне неплохо справлялся. Я не могу сказать, что это самый мощный дезодорант, который у меня когда-либо был. Но он делал то, что должен был делать дезодорант, поэтому... Потом у меня закончился гель для душа. Это Green Planet. Гель пилинг для душа с овсянкой и клубникой. Он мне попался в какой-то коробочке красоты. И в первый раз, когда я увидела вот эту концепцию, как бы, с овсянкой и клубникой, я подумала... Почему? Ну, я подумала, возможно, как бы, есть какая-то классная причина. Вот, как бы, английская форма, думаю, какие овсянка, возможно, как бы, это, ну, игра на английском, вот этом, вот, как бы, менталитете. И все это время, что я им пользовалась, каждый раз, когда я им пользовалась, у меня был тот же вопрос. Почему? Это очень странный гель для душа. Вы видите немножко вот его текстуру. Он... Странной консистенции, и он... Я не знаю, как назвать вот эту консистенцию иначе, нежели мутный. В общем, это не самые, как бы, симпатичные навитки для душа. Он очень плохо мылился, и у него был странный запах. То есть, не в плане, там, испорченной стороны, но... Как залежала я клубника. Он не пах ни клубникой, ни овсянкой, а какими-то затклыми ягодами. Я бы это так называла. В общем, запах неприятный, консистенция неприятная, цвет неприятный. Он не мылился. В общем, как бы, почему? Почему? То есть, я его, конечно, использовала, потому что он у меня был, мне не хотелось его выкидывать, но не рекомендую. Средства, которые я рекомендую, регулярно вам про них рассказываю, потому что очень-очень люблю. Это натуралиум, и это молочко для тела, и оно было с персиком. Оно так вкусно пахло. Я бы скребала просто вот до последней капельки. Тут вот немножечко осталось, я сейчас как бы... Нанесу, потому что мне настолько нравится этот аромат. И лосьон такой приятный. Он очень быстро впитывается, он увлажняет кожу, он очень классный на теле. У меня средств натуралиум, их довольно много, и я их просто очень-очень люблю, и вам, безусловно, могу рекомендовать. У них также нет парабенов и вот всякой-то гадкой химии, но при этом они очень классные на коже, и моя кожа их просто очень-очень-очень любит. Мне кажется, что у меня это вот последнее молочко для тела от натуралиума. Я просто как бы грусть и печаль надеюсь, что когда-нибудь они снова у меня падутся. Я слышала, что они уходят с отечественного рынка, поэтому я думаю, что если я их увижу в продаже, я куплю безусловно, потому что они мне очень нравятся. Дальше у меня закончилась сыворотка, это Suisse Image Lifting Express. У меня в прошлом месяце также закончилась их сывороточка, ночная увлажняющая. И как и та сыворотка, это была нормальная. Я не могу сказать ничего, помимо нормальная. То есть, ну как бы да, она неплохая. Моя кожа была, в принципе, в порядке, когда я ей пользовалась. То есть я не могу сказать, что я видела какой-то там дикий эффект от нее, но в принципе неплохая. То есть кожа была в порядке, да. Вот. И насколько я понимаю, это довольно бюджетная марка, поэтому, особенно если у вас более молодая кожа, но вам нужен лифт, ну то есть как бы, если вам, не знаю, там больше 25-28, то я думаю, что это неплохая опция, особенно учитывая, что она очень бюджетная. Мне она была прислана на обзор, сам покупать не буду. Но как бы было неплохо, пока было. Не могу сказать, что какой-то там вау, восторг, но как бы неплохо. Мне, кстати, вот, что понравилось мне, я ее использовала по утрам, и она не делала кожу слишком жирной, при том, что я ее использовала летом. И вот это, на самом деле, для меня большая редкость, потому что я очень мало какие сыворотки могу использовать по утрам под крем, без того, чтобы лицо не становилось просто как блин, тем более летом. Вот. А это с этим справлялось, поэтому для жирной кожи, как бы, да. Ну и в целом, в плане лифтинга, ну как бы я не могу сказать, что что-то потрясающее я увидела, но как бы кожа, мне кажется, стала немножко получше. В целом, да, неплохая сыворотка, я не знаю, еще я начала ее так хейтить. Сейчас, когда я анализирую, как бы, свою кожу в тот момент, когда я ее использовала, кожа была хорошая. Чего я как бы... Хорошая сыворотка. Развивалась быстро. Дальше у меня закончилось гидрофильное масло, сибирина, снятие макияжа и увлажнение кожи. Вот оно, очень неплохое. Сибирина – это отечественная марка натуральной косметики, что мне всегда очень, как бы, симпатично, потому что я люблю поддерживать отечественных производителей, просто потому что, как бы, это правильно. Это хорошо, что у нас работает хоть какое-то производство. Поэтому, если я верить отечественную косметику, я всегда хочу ее попробовать и рассказать вам, потому что для меня важно этих людей поддержать. И Сибирина – это марка, с которой я знакома довольно давно. То есть, я помню... Я, кстати, помню, они были одной из первых компаний, которые мне предложили сотрудничество, когда у меня на Ютубе были, там, типа, не знаю, полторы тысячи подписчиков. Вот поэтому я к ним до сих пор отношусь очень тепло. Вот, и тут они со мной связались в Инстаграме и спросили, не хочу ли я попробовать два их средства. Я выбрала гидрофильное масло, потому что я очень люблю гидрофильное масло для снятия макияжа, потому что я часто сильно крашусь. Кстати, последние месяцы я крашусь довольно слабо. Вау, это абсолютнейший уфтоп. Так, окей, возвращаясь к маслу. Оно мне понравилось, но это не самое, как бы, глубоко очищающее масло. То есть, у меня было гидрофильное масло Фаберлик, и я его перезаказывала раза три. Вот оно с первого раза смывает весь макияж. Даже если на мне матирующая база, матирующий плотный тональный крем, сверху какая-нибудь еще там пудра, яркий макияж глаз, база под сенью, ну, база под сенью у меня всегда, там, я не знаю, жидкая подводка и так далее, то масло с первого раза смывает все. Здесь, я, честно говоря, его второй раз наносила, чтобы лучше промыть, смыть макияж с глаз. То есть, его я наносила где-то два раза каждый раз. Разве что на мне был совсем минимальный макияж, тогда да, с первого раза он ударял. А так я обычно проходила с пару раз. Но в целом оно неплохое. И насколько я могу судить, оно не забивало поры, то есть, моя кожа не стала хуже. Вот, поэтому мне оно скорее понравилось, особенно на дни с более таким нейтральным макияжем, мне вполне оно понравилось. Зубная паста Faberlic Extra свежесть. Очень мне нравится. Я уже заказала второй раз, потому что я обожаю эту зубную пасту. Она, на самом деле, отлично освежает, чистит, дает ощущение такой свежести, свежести и чистоты. Повторяю себя. Вот, понравилось. Мне, безусловно, будут заказывать и дальше. Еще одно мыло, это SafeGuard. У меня в какой-то момент закончились все мыла от Faberlic, и закончилось вот мыло, которым я мыла руки. Я такая, вау, мне что, просто идти в магазин и покупать мыло, как в старые добрые времена. Вот, я, конечно, взяла SafeGuard, потому что я с детства знаю, что, типа, оно убивает очень много микробов. Я имею в виду, это была отличная реклама, вот, в 90-х и нулевых, потому что я до сих пор, когда вижу SafeGuard, я такая, оно убивает все микробы. Я имею в виду, маркетологи просто сделали отличную работу в свое время. Тканевые маски. В этом месяце всего две, я прям недовольна собой. Итак, первое, это Елизавета 24 карата с золота, вот так она выглядит. У меня был момент, когда моя кожа вдруг пришла в абсолютно негодное состояние. Я так и не поняла, что произошло. Мы были в поездке, и в ней все было нормально. Мы вернулись, и меня обсыпало. Дико. Просто кошмар. А, нет, нет. Не с этим было связано, что мне нужно было сновлять кожу. Я была напилин... Я не знаю, почему я решила, что то, что меня обсыпало прыщами, было как-то связано с этой маской. То есть я помню, что относительно... Окей. Я рассказываю настоящую предысторию. Я была на пилинге в студии, и там довольно глубокий пилинг для проблемной кожи, как раз-таки для борьбы с акне. И после него, где-то на третий день, начинает облизать кожа. И она у меня облизала, то есть как бы... Вы помните какое-то видео, я снимала с первыми впечатлениями, я такая, у меня немножко облизает кожа, не обращайте на меня внимания. Вот. И после этого мне хотелось как бы кожу максимально восстановить. Я как раз сделала вот эту маску, потому что я очень люблю средства от Елизаветки. И эта маска была прекрасная. Она на самом деле как бы напитала, восстановила, увлажнила кожу. Кожа была в отличном состоянии, вот. И перестала шелушиться, и просто была очень классная и гладкая. Вот. Поэтому я с удовольствием, если увижу в продаже снова эту маску, я ее схвачу и использую. А дальше я на прошлой неделе использовала вот эту маску. Это May Island. Мне кажется, она у меня в какой-то коробочке красоты попалась. Она с Aloe Vera. Так, для лица. Fresh Aloe. Что там она у нас обещала? Ну, Aloe обычно как бы успокаивает кожу, поэтому я ее нанесла, когда лежала в ванне в какой-то момент. Она мне понравилась, да, приятная на лице. Кожа потом была ровная и гладкая, и увлажненная. Я в целом люблю тканевые маски. Мне нужно начать их делать больше. Потом у меня закончился скраб. От Плацентоль. Вот как он выглядит. Он очень приятно пахнет морской солью и немножко лаймом. У него очень такой освежающий аромат. Он мне понравился. Он довольно густой. У него довольно много этих скрабирующих частичек, благодаря чему он очень здорово очищает кожу. Также, это лайфхак, который я также узнала в аккаунте Плацентоль. Его можно использовать в качестве маски для лица, для того, чтобы как бы снимать припухлости и очищать. То есть вы его как бы не трете по лицу, чтобы не травмировать кожу, а вы его наносите осторожно, аккуратненько, вообще. Ну, вот наверх лица, не растирая. Наносите, оставляете на несколько минут, смываете, и все при пухлости уходят. Ну и плюс лицо очищенное, просто потому что это скраб. Вот. Я один раз его использовала на лице. Я в целом боюсь использовать скрабы на лице, просто потому что как бы и так проблемная кожа. Я не хочу ее еще больше как бы провоцировать. Вот. Но да, мне понравился эффект. Я не могу сказать, что у меня как-то... Ну, в целом так, лицо было потянутое и хорошее, и очищенное. Дальше у меня закомничался крем для рук. С ним смешная история. Потому что, я не знаю, наверное, у нас у всех на работе, на рабочем столе стоит крем для рук. Вот, в результате он заканчивается, вы приносите новый. И это был первый крем для рук, который я отнесла вот на свою новую работу, куда я вышла полгода назад. И это так смешно. Он у меня только... Ну, не очень смешно, но как бы... Это моя первая работа, где я отработала как бы меньше одного крема для рук. То есть, ну, как бы и нет. Мне еще там отрабатывается полторы недели, потому что я написала заявление только вот на той неделе. Вот, ну, как бы я написала заявление до того, как закончился этот крем для рук. И я когда на него посмотрела, ну, когда он начал заканчиваться, когда, типа, так, нужно его отнести домой, я подумала, блин, я на этой работе отработала меньше одного крема для рук. Он только успел закончиться. Вот, да, как бы через полторы недели я выхожу на новую работу. Я знаю, что вы будете волноваться, потому что вы думаете, что я слишком часто у меня работаю, но все к лучшему. Верьте мне. Верьте мне. Мне нужно было оттуда уходить. Вот, в общем. Крем для рук закончился, это Faberlic Hand Cream с маслом ЖЖБА и пчелиновым воском, он такой приятный на руках, он хорошо увлажнял, питал его, ну как бы действия надолго хватало, поэтому он мне очень понравился, я думаю, что я закажу его снова, потому что, да, мне понравилось он по действиям. Потом у меня закончился антисептик, он выглядит онерзительно, это антисептик миксит, вот как он выглядит, он мне понравился, я честно говоря удивлена, что он настолько вот обтрепал все у меня в сумке, но окей, как бы у меня в сумке много всякого барахла лежит, поэтому было обо что обтереться, обтереться, вы поняли меня. Вот, он мне понравился, он, ну, то есть я не знаю, наверное, он очищал мои руки, по крайней мере у меня не было никаких проблем, когда я им пользовалась, вот он закончился, я с удовольствием как бы воспользовалась бы им еще раз. Так, а дальше мы в этом месяце были в поездке в Питере, мы там были всего на три дня, поэтому у меня закончилось мало чего, но кое-что вот из этих вот миниатюрок, с которыми я обычно путешествую. Итак, целых два средства от Chlorine, первое это шампунь, Stickening and Vitaity, мне он понравился, он хорошо промывал волосы, но в то же время делал их мягкими, и они потом легко расчесывались, поэтому он мне понравился, он у меня так давно, он мне понравился в коробочке красоты два года назад, и в общем все это время я бережки с ним езжу. Ну, то есть, знаете, есть эти вот маленькие крошки, которые вы берете в путешествие, и они не заканчиваются полностью за время путешествия, и остается вот как бы вот примерно столько, и на поездку, там не знаю, на неделю этого недостаточно, и вот разве что вы едете куда-то там на два-три дня, тогда вы это с собой берете, а так как бы, вот, и поэтому у меня эта малявка стояла, и вот наконец-то она закончилась в этой поездке, очень-очень мне понравилось, если когда-нибудь у меня закончатся все мои шампуни, я не скажу, что я куплю именно этот. Дальше у меня закончился спрей, спрей-клорейн, вот как он выглядит, вот он мне что-то совсем не впечатлил, я при него причем читала довольно хорошие отзывы, но я от него не почувствовала никакой разницы, вот как он выглядит, он называется анти-эйдж, и я не видела от него никакого эффекта, то есть я его честно наносила, но я не могу сказать, что я видела там какой-то эффект от него, поэтому, нет, честно говоря, вот он меня не впечатлил. Еще один шампунь, который закончился, это Аметэ, вероятно, вот как он выглядит, я его купила еще в Праге, потому что в Праге я не рассчитала свой шампунь, который я взяла с собой, с ним что-то пошло не так, и он перестал нормально пениться, и, в общем, как бы вот обычная там 100-миллилитровая или там 50-миллилитровая бутылочка, которая мне обычно бы хватила неделю мне и мужу, она у нас ушла вот там за первые несколько дней, поэтому мне нужно было срочно покупать новый маленький шампунь, я взяла его, и это было потрясающе, он стоил, мне кажется, полтора евро, два евро, очень дешевый, я думаю, ну, даже если, ну, то есть, я думаю, мне хочется попробовать местную марку, в местном магазине косметики я нашла вот из миниатюр только его, а мы тогда не знали, что мы обратно полетим, возьмем багаж, вот, в общем, мне нужно было найти что-то маленькое, и был только он, я думаю, ладно, он дешевый, если плохой, как бы выкину его прямо здесь, ну, как бы он отличный, он просто отличный, я не знаю, почему в Европе дешевая косметика настолько классная, он так хорошо промывает волосы, и он их не сушит, это вот как бы один из лучших шампуней, которым я пробовала, и у меня есть свидетели в этом плане, потому что мы в Питер ездили с моими родителями, и в предпоследний день моя мама говорит, блин, нужно было взять с собой шампунь, что-то я забыла, как бы голову пора бы помыть, я говорю, мам, у меня есть шампунь, вот, держи, я ей принесла, и на следующий день она говорит, это лучший шампунь, она говорит, где ты его купила, он такой потрясающий, потому что у меня у мамы очень много волос, я пошла в попу, то есть у нее очень плотные, густые, прямые волосы, и они у нее по пояс, и поэтому, как бы, она старается их мыть как можно реже, и поэтому ей нужен шампунь, который их на самом деле хорошо промоет, то есть, который даст хороший эффект, которого хватит потом надолго, она была в восторге этого шампуня, поэтому сейчас я думаю, что скорее бы снова выпустили в Европу, я куплю, не знаю, несколько бутылок просто, чтобы привезти ей, потому что она, я вообще не помню, когда в последний раз она была впечатлена каким-то шампунем, а тут она была просто в восторге, поэтому, как бы, Чехия, скорее пусти нас обратно, вот, в общем, прекрасный шампунь, если вдруг вы его увидите в продажу, например, в Европе или еще где-нибудь, хватайте, безусловно, хватайте его, он потрясающий. Так, и там же в путешествии у меня закончился кондиционер, это Matrix Biolage, мне в какой-то момент подруга подарила очень много вот таких вот маленьких саше, и, опять же, я их особо не использую, потому что мне их негде использовать, и, опять же, когда я еду куда-нибудь на пару дней, тут-то я их и беру. Мне они очень нравятся, волосы после них очень мягкие, гладкие, шелковистые, классные, вот, поэтому, да, мне очень понравилось. Так, и последнее, что у меня закончилось из декоративной косметики, опять же, в поездке, это Dr. G, и это вот такой вот кремушек для лица на основе воды, то есть это крем-гель, я вся в пыли, я клянусь, я регулярно пылесошу, я регулярно вычесываю своих кошек, каждый раз, когда я разбираю пустые баночки, они все в пыли, в кошачьей шерсти, я просто, как бы, я прошу прощения, вот, как он выглядит, я выскребла весь, как вы видите, он был приятный, он был очень легкий, но в то же время давал хорошее, как бы, достаточное количество увлажнения, но не делал кожу слишком жирной, опять же, жирная кожа, у меня, как бы, с этим проблемы, поэтому, за счет того, что он был гель, он был просто идеальный на жирной коже, то есть и летом, и осенью, и зимой, я его в первый раз брала, опять же, в Прагу, и на зиму его было вполне достаточно, сейчас я брала лет, ну, как бы, в начале сентября, в поездку, и его также было, как бы, нормально, не слишком много на лице, в общем, он мне очень-очень понравился, вот как он выглядит, я не исключаю, что я бы к нему вернулась в какой-то момент, потому что он мне, на самом деле, по действию очень понравился. Так, теперь, теперь не косметика, но что у меня также закончилось, это Биноспорт, вот такая маленькая штучка, это протеин, который нужно разводить и пить перед тренировкой, или после тренировки, или просто, когда поздно ночью хочется кушать, а не нужно есть что-то там, не знаю, бутерброд, как обычно, вот, то есть я вот этот пакет разводила в стакане молока, и это очень вкусно, это очень сытно, и там очень много белка, то есть это очень полезно для вас, когда вы занимаетесь спортом. Я давно не тренировалась, поэтому у меня всего 11 пакетик, я обычно, у меня есть большой такой пакет, несколько таких больших пакетов, я их развожу мужу, когда он приезжает у меня с футбола, то есть у нас есть уговор, что он, когда приезжает к его приезд, я готовлю ужин и развожу ему вот подобный протеин, вот, то есть у меня есть несколько больших пакетов, огромных, вот, но это вот такая маленькая крошка, можно взять с собой, либо просто использовать. Она была с каким-то необычным вкусом, да, она была земляничкой, она была очень классная, вот, поэтому, если занимаетесь спортом, очень рекомендую. Так, и дальше я снова вам обещала рассказывать про кофе, который я пью в этом месяце, у меня самый скучный кофе жизни, это Jardin Desert Cup, один из тех моментов, когда мне нужно купить много всего в супермаркете, я забегаю, я хватаю первое, что попадается под руку, я взяла его, ну, как бы я знаю эту марку, очень средний кофе, неплохой, ну, как бы средненький такой, ну, вот, на каждый день, когда, там, вы с утра бежите на работу и так, как бы, с просонья вам нужно хоть что-то, чтобы вас взбодрило, нормально, как бы, то есть, на выходные, у меня есть кофе в буднях и кофе на выходные, и на выходные я стараюсь что-нибудь более вкусненькое, там, муж, я, опять же, варю себе, чтобы было вкусненько и классно, вот, это, как бы, это норм на будни, когда вам просто нужно что-то, чтобы проснуться, нормально, вот, в общем, это все, что у меня закончилось в этом месте, я надеюсь, что вам было интересно, если да, то ставьте палец вверх, У меня на губах блеск для губ Фаберлик оттенок 46-65. Вот он. Я его люблю. Он очень миленький такой, персиковый, нейтральный. Вы знаете, меня я обожаю такие оттенки. Я надеюсь, что в следующем месяце у меня закончится хотя бы одна помада. Одна на примете у меня точно есть, которая должна закончиться. Красная причем. Поэтому ожидайте. Это все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Хорошего дня, прекрасного настроения и пока-пока.